Всем привет! В этом видео поговорим о том, что скидки на российскую нефть закончились, санкции провалились. В декабре 2022 года страны Большой Семерки ввели нефтяной эмбарго в отношении России, запретив морские поставки нефти российского происхождения в свои страны и установив предельную цену для поставки ее в третьи страны. Сделано это было ради сокращения сырьевых доходов российского бюджета, что должно было поспособствовать досрочному завершению российской спецоперации с учетом растущих военных затрат участников украинского конфликта. Спустя 15 месяцев санкционных ограничений эксперты американского банка Goldman Sachs пришли к выводу, что западные санкции утратили силу. Они больше не действуют ни на Россию, ни на нефтяной рынок. Глава американского Минфина Джанет Еллен заявляла ранее, что ценовой потолок, введенный в отношении российской нефти, окажет понижающее действие на биржевые цены, ввиду того, что российским компаниям придется предоставлять значительные скидки потенциальным покупателям. К настоящему моменту скидки закончились, цена продажи российской нефти сорта Юрлс почти сравнялась с американской нефтью сорта ВТА. Если сорт Юрлс российские компании в начале марта этого года поставляли в третьи страны по цене в 79 долларов за баррель, то американская нефть продавалась на бирже по цене в 81 доллар за баррель. Аналитики Goldman Sachs отметили, что на пике в январе 2023 года разрыв между ценой поставки российской и американской нефти достигал 37 долларов, и это привело краткосрочно к сокращению сырьевых доходов Кремля. Однако за счет внесения изменений в налоговое законодательство российские власти вынудили российские компании сначала сократить скидки иностранным покупателям, а затем и вовсе от них отказаться. В марте 2024 года экспорт российской нефти достиг максимальных значений за последний год, а сырьевые доходы российского бюджета выросли на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Побочным эффектом от нефтяных ограничений против России стал отток клиентов у британских страховых компаний и уход участников нефтяного рынка от европейских перевозчиков нефти. Во избежание других негативных последствий западные страны решили воздержаться от новых санкционных ограничений.